Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru Давайте в этом видео, я вам коротко и посуществу, расскажу о транспорте в Доминикане, о том, как добираться между городами, какие есть варианты, только самое важное. Итак, поехали. Итак, в Доминикане можно взять об аренду машину, можно добираться на общественном транспорте, можно поехать на экскурсию, можно заказать такси. Итак, как все это сделать выгоднее, удобнее, дешевле, я вам сейчас расскажу. Итак, если вы приехали туром, вас просто привозят в отель трансфер и в отель из отеля забирают. Если вы не приехали туром, можете добираться из аэропорта на такси. Ну и вообще, ездить на такси, давайте сначала расскажу про такси, как раз то, что именно этот момент волнует те, кто прилетел без трансфера. В аэропорту торгуетесь, особенно если вы прилетаете, вот, допустим, мы прилетели наш один рейс, все едут на трансфере туристы, водитель просто останется поедет домой пустой. Говорил за 100, мы поехали за 50 долларов из Ла-Романа в Пунта-Кану, это где-то 100 километров из аэропорта. То есть, так смотрите, интересный такой момент, включая автобусы туристического, такси я даже не заметил, где, ввиду... Ну и, конечно, какая-то зима, называя сначала 100, торговать за 50, поехали на такси. Сразу объясню, почему, например, чтобы... Ну, когда у вас мало дней для отдыха, у нас всего 7, то есть получается 6 полных, и, допустим, ждать целый автобус туристов, а мы были самыми первыми, как я вам показал. Ну, решили лучше заплатить 50 долларов, но получить еще полдня отдыха на пару часов больше. Ну, естественно, едем, никого не заводим, только у нас есть такая красота вокруг. Другой, второй вариант, поставьте приложение Uber. Только очень важный момент. Приложение есть сейчас Uber Россия, Uber.ru. Если вы, допустим, ездите по нему по России, оно вам напишет регион Бавара, там Доминиканы, фунта-кан не поддерживается. Это не значит, что Uber не работает в Доминикане. Вам надо поставить в международное приложение Uber значок такой же черный, ну, в приложении только, он работает по всему миру. Допустим, прилетели в аэропорту, включили Uber, цены пишутся в доминиканских PESO, то есть сразу посмотрите курс обмена PESO к доллару. Как я делал? У меня есть карточка Тинькофф Блэк, вот внизу я дам ссылочку, где именно такую карточку, о которой я рассказываю. Оформить это простая карточка, за нее платить не надо, обычная, то есть банковская карта. Но у нее такой важный момент, можно оформить онлайн-счеты в долларах, во многих валютах, к сожалению, пока нет доминиканского PESO, но вы можете онлайн, прямо в течение двух минут, открыть счет в долларах. Также в течение двух минут улетели вы из России, прилетели в Доминикану, либо в другую страну, там есть и в евро, и в индийских рупиях, в вьетнамских донгах, но пока, к сожалению, доминиканской валюты нет. Вы сразу же карточку также отвязали, онлайн, свою российскую, привязали к доллару, все, вы платите в долларах. Доллары гораздо выгоднее менять на PESO, тем более в Тинькоффе, это происходит не по банковскому курсу, а по их, так как все онлайн, по выгодному. И эту карточку привязывайте к Uber. Ориентируйтесь на курс PESO к доллару сразу, я не буду говорить, потому что он очень часто меняется, но я скажу 56, вы будете ориентируйтесь на 56, он уже стал 65. Так же, как российский рубль, только повышается. Поэтому посмотрите, и вот вам цена в долларах. Если вы договоритесь с таксистом на месте, меньше едьте на такси, нет, спокойненько вызывайте Uber, ждете, у вас с карточки списываются, не надо менять нигде неналичку, или что, просто у вас доллары конвертировались в доминиканские PESO, когда у вас их нет, и вам нужно добраться из аэропорта. Вот, по такси решили. Второе, это здесь есть, конечно же, рейсовые автобусы, они ходят между крупными городами, но они обычно ходят из центра. Я живу, например, из центра Пунта-Кана, рейсовый автобус, такой большой, как и Карус, идет в Санто-Доминго, столицу город, 200 километров, но вам сначала надо добраться до центра Пунта-Кана, откуда он отходит, да, от Бавара, из региона Бавара, и доехать до Санто-Доминго, опять он вас привезет там на автобусную станцию. Есть такие небольшие автобусики, они даже желтого цвета, это такие, как у нас говорят, городские автобусы, честно, расписание их не знаю, как они ходят, не знаю, тут уточняйте, куда они есть и сколько. Запасить можно, естественно, на месте у водителя. Так, по транспорту можно взять в аренду машину. Смотрите, в аренду машину можно взять, либо у крупных компаний, то есть, которые работают давно на рынке, их есть филиалы во многих городах, там мира, во многих странах мира, я вам ссылочку на них дам ниже, там вот просто будет выбор от всех сравнений цен от этих крупных компаний, у них включена страховка, естественно, никаких, ну, машина, никаких там скрытых дефектов не будет, допустим, вас не спросят за царапин, которые вы не делали, но и цена будет дороже, допустим, от 70 долларов в сутки, ну, если там на несколько дней берете, может дешевле быть. Есть местные компании, их надо искать в интернете, я просто с ними не связывался, честно, в Доминикане знакомые ездили, от 50 долларов, 40-50 долларов, но страховки, допустим, нет, это на ваше, скажем так, на ваше усмотрение, если вы что-то поломаете, вы сделаете, если вы берете, решите сэкономить, берете там, цена на несколько дней будет дешевле, чем, допустим, на один, от трех дней обычно идет, но важный момент, сразу фотографируйте всю машину, делайте видео, всех там сколов проблемных мест, чтобы потом хозяин не предъявил вам, что это сделали вы, хотя вы на самом деле этого не делаете. Тут даже может быть, конечно, есть и такие хозяева, которые этим пользуются, не какой-то злой умысел хозяина, он просто не заметил от предыдущего клиента, то, допустим, ему сдал машину ночью, что он поцарапал, вы поехали, вы ему сдали днем, он это увидел, вы это не зафиксировали, он вам предъявляет за ремонт. Обычно в залог, допустим, берут какие-то документы, паспорт, возможно, какую-то денежную сумму, права, то есть он вам просто их там не будет отдавать и все, возьмет эти деньги себе, оставит. Так что все это фиксируйте, если берете вот у таких у местных компаний. Местные вообще очень любят передвигаться на скутере, но тут аренда скутера не сильно развита, объясню почему. Дороги очень классные, я серьезно говорю, в Доминикане классные ровные дороги между городами, на них ездят на машине, на скутерах ездят по своему региону. Но туристу это не интересно, скорее ему куда-то за город, это бы интересно иметь, Кастана, гору Ридонда, там на Саманов, в Санто-Доминго съездить. Поэтому смысла брать скутер нету, а местные, по местным, вот он там ездит, допустим, по региону Бавара, Пунта-Кана эти 10 километров по своему городу, по своему там региончику, между своими деревнями, да, на скутере удобно. Многие Доминиканы, особенно в ближайших городах, ездят на байк, тракт на мотоцикл, но их меньше, чем в Азии, мотоцикл дорожный, и смотреть более новые. Честно. Много! Ну, я тоже особо не сказал бы, что здесь аренда скутеров развита, сразу российские права для машины, международные действительно, российские действительно, но на правах должно быть написано, на английском языке что-то. На всех российских правах это пишут, просто не знаю, как сейчас с Украиной в Беларусь обстоят дела, надпись должна быть на иностранном языке, на правах. Очень-очень-очень редко вам могут, допустим, не сдать по русским правам, это очень редко. Также могут не сдать, там, младше 21-го года, некоторые компании, но это очень редко. Штрафы у доминиканцев, в принципе, все развито, есть полиция, например, за непростой времен штраф 35 долларов, за езду на мотоцикле, ну, на мопеде, на скутере без шлема 35 долларов, причем задние пассажиры, второй, третий, кто едет на скутере, могут ехать без шлема. Шлем должен надевать только водитель. Если вы, конечно, можно еще добираться на экскурсиях, может действительно вам выгоднее просто взять экскурсию, особенно если вы один, но сразу скажу, экскурсии здесь дорогие, экскурсии лучше брать, естественно, не у туроператоров, не у отельного гида, который накручивает на них максимум, а брать у компаний, которые здесь работают, первые работают в доминикане, у них работают люди, которые живут в доминикане, которые максимум могут рассказать интересно, внести там в экскурсию какую-то фишку. Я вам дам список, внизу можете выбрать там из экскурсии. Я ездил с разными людьми, в принципе, мне везде понравилось, то есть кого-то из них выделяет Доминикана Профу, 365, Фламинго, Республика Про, я не стану. Смотрите, экскурсия начинается где-то в 6.30, в 7 утра, от Пунта-Кана, если вы едете, вот на таком большом автобусе, до Санто-Доминго 200 километров, где-то ехать два с лишним часа. Всякие кафешки, ресторанчики. Ничем не хуже, это точно, чем у туроператоров, цены ниже, а часто очень даже лучше, так как, например, вот люди знают очень много о стране, жили здесь, вот есть кто 18 лет живет. Но экскурсии дорогие, например, допустим, если вы едете в Санто-Доминго, один человек 69 долларов, допустим, если вы едете один, то это нормально, но если вы едете в 4, ровно, выгоднее взять машину на несколько дней, вы хотите в разные места съездить там, взять машину, спокойно доехать. Дороги классные, то есть, например, идет магистраль, она разделена на две части. То есть, нет такого движения, допустим, как в азиатских странах, других странах, развивающихся странах третьего мира, между городами можно спокойно доехать. Ну все, всем пока, с вами был Борис Соколов, сайт vizasam.ru Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и до встречи в следующих видео. Пока-пока!